Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, мы снова в Венеции, хотя кто бы мог подумать, что Венеция, да-да, Венеция обладает достаточными размерами, чтобы можно было для местных жителей прежде всего залить каток. Ну что ж, мы увидим много гуляющих венецианцев прежде всего, потому что основная часть 30 тайлеров, которые попали в объектив этого ролика, точнее в объектив моей камеры и были включены именно в этот ролик, это венецианцы, потому что они совершали прогулку, очень много детей мы увидим. Очень много домашних питомцев, и в этом, безусловно, Венеция похожа на Паду. И это прежде всего гуляющие местные жители, но безусловно и самые-самые стильные туристы, которые приехали в этот прекрасный город, которые не поленились, несмотря на холод и сырость все-таки надеть красивую одежду, они, конечно же, тоже попали в объектив моей камеры. Я всегда говорю, что Венеция умиляет меня прежде всего, потому что я вижу в Венеции город, в котором живут люди такие же, как мы с вами. Посмотрите, венецианцы используют холод улицы вместо холодильника, как это делала я, например, когда жила в общежитии. Это пара, безусловно, венецианцы. Безусловно, венецианцы, я в прошлом видео говорила, что венецианцы обладают очень ярко выраженным стилем. Их умение одеваться я теперь вижу и отличаю от просто итальянцев, туристов, которые также приезжают и посещают этот прекрасный город, город Венеция. Это, без сомнения, итальянка, и она была окружена маленькими детьми. Я думаю, что это местная жительница. И как в недавнем видео я показывала и рассказывала, итальянки очень любят необычную обувь. Обувь с явной фактурой, обувь очень-очень украшена. Посмотрите, самые обычные кеды, на мой взгляд, очень-очень здесь уместны. Снова я вижу шапки, шапки с помпонами, причем меховыми. И я вижу белые брюки, смотрится, на мой взгляд, это тоже очень красиво. Возьмите себе на заметку, темное пальто, черное, либо темно-синее и бежевые, все оттенки бежевого, а также молочного. В этом кадре мне бы хотелось обратить ваше внимание на девушку в бежевом пальто. Это прекрасный пример стритстайлерства, потому что пальто накинуто, не надето. Ну и, конечно же, черный жакет, возможно, это пиджак, я не смогла рассмотреть. И белая рубашка смотрится потрясающе. Безусловно, это отсылка к мужскому стилю, к мужскому стритстайлу в том числе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие зрители, пожалуйста, обратите внимание, что вот подобное пальто, оно может быть приталенным, а может быть и вот таким широким, и даже это может быть вариация на тему чебурашка Тедди, пальто Тедди, знаменитая Макс Мара. Посмотрите, как оно хорошо смотрится, точнее, одинаково хорошо смотрится, с очень узкими леггинсами, либо брюками скини. И также будет очень много вариантов, и сейчас они превалируют. Это широкие брюки, брюки прямо-таки в пол, тоже смотрится такое пальто очень-очень удачно. Мы все понимаем, что широкие брюки это, конечно же, способ и возможность утеплиться, потому что под широкие брюки мы можем надеть несколько более плотный трикотаж прежде всего. В прошлом видео я уже анонсировала вот такие шапки. Я заметила их в паду и на подаванках, и обратила внимание, как они классно и хорошо смотрятся. Более того, по ранней-ранней весне, когда еще о шапках никто и не помышлял, потому что было очень тепло, я показывала, как я примеряла подобную шапку, правда, из натурального меха. И встречаю я на модницах итальянках как из натурального меха подобной шапки, так и из искусственного, как те, которые я вам только что показала. И хочу сказать, что стоит из натурального меха подобная шапка на рынке примерно 200 евро, и смотрятся они действительно потрясающе. Они несколько увеличивают нам голову. И если шапка с помпоном вытягивает нам силуэт, то подобная шапка, она, скажем так, увеличивает нам голову. И наше тело, и вообще наш ансамбль, даже не знаю, как правильно выразиться, кажется более изящным по сравнению вот с такой большой нашей головой. Обратите на это внимание. Снова не могу промолчать, увидев людей, мужчин и женщин, девушек, на самом деле всех, всех-всех модников и модниц любого возраста в шляпах. Шляпы очень и очень выделяют нас из толпы. И если раньше я говорила, что шляпу я училась носить достаточно долго, советую применять всем и носить всем, но понимала и говорила, что да, привыкнуть к шляпе будет достаточно сложно, то на этом стритстайле я вижу, что шляпы совершенно точно стали самым обыденным головным убором. У него носят шляпу, точнее, ее носят с пуховиками, носят с пуховиками и с рюкзаками. И посмотрите на этот образ. Я запишу скоро видео про то, как не быть городской сумасшедшей в собственной одежде, в собственной фэшн смелости. Но этот образ, могу сказать, делает именно шляпа. Если бы шляпы здесь не было, то, в общем-то, все смотрелось бы не очень и достаточно хаотично. В то время как именно шляпа добавляет интересности и изюминки вот такому, казалось бы, простому хаотичному образу и вот такой неподходящей сюда достаточно грубой куртке. Когда я переехала в Италию, я обратила внимание, насколько итальянцы любят смотреть, когда кто-то делает какую-то работу. Сегодня мастя от улицы Венеции и останавливается огромное количество именно итальянцев. Туристы не останавливаются, итальянцы останавливаются. И вообще, если где-то копает трактор, если где-то роют яму, если где-то рушат здание, всегда соберется достаточное количество, заметное количество итальянцев, которые будут смотреть. И как вы видите, человека, который производит работу, это никак не смущает. Большое количество домашних животных выгуливается. И, конечно же, это значит, что мы видим местных жителей, которые живут в Италии, которые совершают свою каждодневную прогулку. Возможно, совершают ее даже не один раз в день. В общем-то, в своей любви к домашним питомцам, прежде всего к собакам, достаточно крупным, итальянцы похожи, на мой взгляд, в любом городе, где бы они ни жили, на юге либо на севере. Нельзя не заметить, что все питомцы очень-очень хорошо, зачастую действительно очень красиво одеты. Италия, это место, точнее Венеция, это место, откуда можно привезти очень интересные сувениры. Традиционно сувениры из Венеции ассоциируются, конечно же, с муранским стеклом, но это могут быть самые разные милые маленькие объекты, например, вот подобные духи. Они могут быть предназначены для использования непосредственно нами, могут быть предназначены для использования в помещении. Вот такие красивые работы. Это может быть все, что угодно, все зависит на самом деле от вашей фантазии, от вашей готовности потратить то или иное количество денег. Но могу сказать, что действительно в какие-нибудь 20 евро можно очень-очень хорошо уложиться и купить несколько хороших классных сувениров. Я нашла витрину вот с такой потрясающей, с такими потрясающими цветными носками. Я думаю, что уже многие поняли, что цветные носки это моя страсть. Если вы купите себе подобные, то будете выглядеть примерно вот так. Вполне возможно, что это, конечно же, какое-то местное производство, а возможно, просто у владельца этого магазина есть вот такая страсть к цветным носкам. И мне кажется, вот такие красные в полоску черные я недавно на ком-то видела и показала даже в паду и засняла, и показала на подаванском стрит-стайле. Всем модницам искренне рекомендую присмотреться и обзавестить хотя бы одной парой вот таких ярких носков. Недавно я увидела, но не успела заснять, потому что я была на пробежке. Я увидела вариант кулоты, надеюсь, я по-русски произношу это правильно, плюс очень низкая мужского подобия обувь и также яркий цветной носок. Он был красный, возможно, с каким-то новогодним принтом. Это смотрелось очень и очень классно. Хочу обратить ваше внимание, и уже, опять же, в падаванском стрит-стайле я замечала, как красиво сочетается бежевое пальто с обувью, либо брюками, ну практически тон в тон. Пальто на мужчинах – это всегда очень красиво. Ну что ж, дорогие зрители, вот таким образом одеваются местные, местные венецианцы, местные жители такого прекрасного города, самобытного города. Вот таким образом одеваются также и туристы. Сегодня их было меньше, но все-таки они попали в кадр. Я же на этом с вами прощаюсь. И опять говорю, продолжение следует, потому что весь стрит-стайл отснятый в Венеции не вошел в это видео. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!